Доброе утро всем телезрителям 26 канала и поклонникам программы помба живой звук мы сегодня как всегда назначенное время встречаемся с вами как всегда у нас очередная группа очередные гости и полчаса живой музыки как и обещано было в программе у нас сегодня несколько экзотические гости группа Айнзак Митшайсер что с немецкого языка переводится как одно достаточно устойчивый оборот типа того что мешок с еще чем-то вот что и обозначает немецкое слово Митшайсер и сейчас мы передаем слово с удовольствием вокалисту и лидеру этой группы марку клишторному ну чем значит наша группа называется как уже было сказано Айнзак Митшайсер вот она образована была достаточно давно где-то около пяти лет назад и сегодня нас пригласили сюда и мы с удовольствием споем для вас несколько своих старых ну и кое-каких новых песен в лесу женщина кричит на саму потому что это спать ей мешает потому что все женщины ночью спят но особые ночью летают а 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 и а а а потому что они любят воду а вода охлаждается ночью и как только и полночь пробьет а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Айнзак Митшайсер в студии 26-го канала. В эфире программа «Бомба. Живой звук». Напоминаю вам об этом. Ну что же, поговорим с ребятами, вот именно с Марком Клишторным. Марк, я слышал, что ваша группа одна из самых древних на нашей земле, на Курской. Расскажите, как все начиналось, как вы, как говорится, истоки, где лежат наши музыки. Ну, истоки нашей музыки лежат в пятилетней давности, когда я, будучи уже зрелым музыкантом, собрал вот этих молодых ребят, научил их игре на инструментах, которые они сейчас используют в своей музыке. Вот. Ну, и с этого, так сказать, началась наша группа. Мы выпустили несколько альбомов, вот, один из которых когда-то был даже в Питере удостоен почетной, можно сказать, грамоты. Наша музыка понравилась. Вот. Ну, и с тех пор мы, так, иногда распадаемся, иногда собираемся, но продолжаем, так сказать, свою музыкальную деятельность. Ага. Интересно, Марк, вот говорят, что ваши альбомы, ваша музыка вообще носит какой-то отпечаток концептуальности. То есть, все мы помним такие альбомы, как альбом о Карлике Носе, альбомы о Карлсоне, альбомы о женщинах. Вот, расскажите, почему все-таки столько много места на пленке уделяется отдельно взятой фигуре какой-то? Ну, во-первых, потому что я очень люблю сказки, а тексты пишу именно я. Вот. Вообще, детская музыка, можно сказать, наша музыка – это для взрослых детей. В общем, она, так сказать, нашла большой отзыв в моем сердце, и поэтому, так сказать, вот эти детские персонажи, тот же самый Карлик Нос и Карсон, ну, и далеко не детские персонажи, а это женщины, нашли, так сказать, отголосок в моем творчестве, ну, и, так сказать, в нашем, поскольку ребята мне очень сильно помогают. Ну, что же, а вот Фукс. Фукс и Капитан Врунгель, немножко подробнее, я знаю, что следующая вещь касается этих именно персонажей. Ну, в общем, это мы просто пытались написать, и довольно-таки успешно это делали, музыку к новому мультфильму «Новые приключения Капитана Врунгеля». Вот. Ну, Фукс, я считаю, один из самых таких ярких персонажей в этом мультфильме. Вот. Именно о нем наша следующая песня. Вот. Она колыбельная, так что, если кто еще хочет поспать дальше, то, пожалуйста, это будет замечательная песня вам на ночное утро. Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Фукс, улица, фонарь, аптека, до боли это все знакомо мне. Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Я рисовал картину эту долго, ну, а потом повесил на стене. Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Фукс улыбается и дико машет тростью. Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Мультфильм «Новые приключения Капитан Врунгель» Потом нарисовал ети И вспомнить мне теперь уж неприятно И как он потом мне руки целовал Запомнилось надолго это лето И юный фукс в промокшем пиджаке Я дал ему поношенную робу Оставил ему вещи на песке Ага, вот это была, кстати, песня из концептуального альбома Ребята предложили новую свою музыку для нового мультфильма Новые приключения Капитана Врунгеля А у нас в гостях музыканты и их лидер Марк Клишторный Который продолжает отвечать на наши вопросы Марк, вы раньше работали в дуэте с вашим товарищем Расскажите о его судьбе Я слышал, у вас был большой скандал Вот почему, собственно, и он туда-то пропал Да, в общем-то, я так понял, что вы говорите О Евгении Моранцмане, если не ошибаюсь У нас с ним был, так сказать, поэтический кружок Его представляли мы двое Назывался он «Мертвый Пегас» Значит, действие всегда происходило так Что мы собирались друг перед другом на стол и читали стихи Но мне его стихи не нравились Он обижался В конце концов закончилось это просто дракой Он решил поставить наш город Сказал, что никуда вообще сюда не вернется Но я, так сказать, об этом не жалею Потому что действительно поэтишка был бездарный Да, кстати, еще один нюанс Тем, кто привык смотреть наши программы Когда мы их вели с крыши гостиницы «Курск» Мы сообщаем, что там стало холодно И мы перебрались в уютную студию Вот откуда и идет данная программа До весны, видимо, здесь мы будем с вами встречаться Слушаем следующую вещь в исполнении наших гостей И немножко Марк Клишторный о ее истории нам расскажет Значит, эта вещь называется «Ты наблюдал, как женщины сражался я» Но это, так сказать, пособие будущим мужьям Будущим женам, так сказать, о их семейной жизни Чтобы этакие вещи у них, по возможности, часто не случались Хотя их избежать, как я понял, невозможно Ты наблюдал, как женщиной сражался я Красивой, мой друг, но ведь она моя Не надо было портить нам сражение Наш бой воистину достоин восхищения Ты видел, ты бил ее я слету Я бил всю ночь, потом еще в субботу Она слащала, робко лишь крепела Но ты пришел, она взяла за дело Я тоже пропустил три мощных правы А я считал ее слабее 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 Ты знаешь, все-таки мне сильно перепало Удар ногой в лицо и вдруг неплохо стало Но это кратце о моих потерях Затем я прищемил ей палец зверю Да ловка так, что отскочил он вовсе А по шупу подробности, не бойся Скажу о главном, бой прошел на равных Скажу еще, сражались мы исправно Все это было, знаешь, так красиво Ну а теперь давай-ка выпьем пиво ДИМА, ДРИГО! ДИМА, ДРИГО! действительно совет интересный от группы только что мы услышали ну что же вот меня больше меня больше все-таки марк интересует история вашей последнего вещи последнего поэтического опыта которые я знаю будет следующий немножечко об этом расскажите и исполнить ее значит следующая песня называется лирическая интернациональная посвящена себе множество народов насияющих нашу так сказать бывшую родину которая называлась союз советских республик ну значит многие продолжают оставаться на нашей территории вот здесь вот так сказать это мой сон это мне приснилось вот такие события на самом деле абсолютно неожиданно вот это единственная песня которая не будет никакой альбом может попали выйдет у нас но во всяком случае альбом уже будет не концептуальный мы отошли от детских сказок и возвращаемся в взрослой музыке и так лирическая интернациональная злые цыгане шашками наголов ворвалась сегодня мою квартиру они крушили мою квартиру они не умеряю мебель и били тарелки они называли меня дезертиров но я не хочу на войну я не хочу на войну я не хочу на войну они нахально тыкали мне в бок пистолетом и били ногами мне в пах а но я не хочу на войну я не хочу на войну Я не хочу на войну Они украли мой паспорт и струну от гитары И привязали меня к пианино Тогда я подумал, что это татары А потом я узнал, что это были грузины Но я не хочу на войну Я не хочу на войну Я не хочу на войну Продолжаем программу «Бомба. Живой звук» И задаем очередные вопросы Марку Который вместе со своей группой сегодня в нашей студии Марк, почему название на немецком языке А все вещи ваши на русском Кстати, произнесите пояснее это название Чтобы вас запомнили нас, что все-таки телезрители И почему немецкое название Обычно бывает русское название Английское произношение А здесь все наоборот Просто немецкий язык мой любимый И, к сожалению, я его еще в совершенстве не освоил Дабы писать себе песни немецком Но самая главная причина заключается в том Что не все понимают иностранные языки В нашей стране, в нашем городе И поэтому наши песни, они на русском Они для массового слушателя А массовые слушатели, как известно Любят родные песни Родные звуки нашей речи Исключительно, дабы снискать громадную популярность Которая у нас уже есть в нашем городе Если вы сейчас подряд сыграете две вещи То вы, в принципе, успеете до конца эфира Хотелось бы все-таки еще услышать от вас много хорошей музыки Замечательно Первая песня, она моя быстренько сыграет Она коротенькая, называется Нет, я не женщина, я другое Мы слезали ее у Байрона Которая, точнее, господи, у Лермонтова Со стиха его знаменитого Нет, я не Байрон, я другой Ну а здесь эта песня представляет собой телефонный разговор Точнее, телефонный монолог С одной стороны трубки Когда мужчина с женским голосом Ну бывает такое в природе, что у мужчины женский голос И он отвечает, его принимают за женщину А что из этого вышло, вы сейчас узнаете из нашей песни Нет, я не женщина, я другой Наверное, вы ошиблись с телефоном А голос не слабый у меня такой Нет, нет, не надо, приходись ко мне, Сатана Нет, я не пью и даже не танцую Оставьте свои глупые вопросы Что я сейчас делаю, я рисую Но потом займусь я пылесосом Ай вы, дебилы, что тут непонятно Мужики, слышите, слышите, порев, рев Где эти звуки слышат, неприятно Но все, пока, желаю добрых снов Мужики, слышите, disaster Субтитры, жерно Субтитры сделал DimaTorzok Записал я все еще Субтитры сделал DimaTorzok Ай вы, дебилы, дБи Субтитры сделал DimaTorzok И последняя вещь в исполнении группы «Айнзак Митшасен». Они заканчивают, как и заканчивается наша программа. Они ждут своих поклонников, своего творчества сегодня в 5 часов в ДК «Железнодорожников». Последняя их вещь. Значит, наша последняя вещь называется «Мальчик с женщиной дружил». Вот. Ну, я пойму, этим все скажу. Значит, мы ее сейчас просто-таки споем. А как же давно это было? Наверное, ты уж забыл. По городу ползали слухи, что мальчик с женщиной дружил. «Мальчик с женщиной дружил». 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 Она была полной и красивой, а мальчик нас просто смешил. Но что в нем нашла эта дура, ведь мальчик был в полной тебе. Мальчик женщиной дружил, мальчик женщиной дружил. Мальчик женщиной дружил. Мальчик женщиной дружил, но ничто под луною не вечно. И дружба их прошла. Мальчик женщину бросил, и женщина умерла. Мальчик женщиной дружил, мальчик женщиной дружил. Мальчик женщиной дружил, мальчик женщиной дружил. Мальчик женщиной дружил, мальчик женщиной дружил. Программа наша закончилась. Ждем вас в следующее воскресенье в это же время, как и обещанных программ. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok